Всем здравствуйте! Вас приветствует Маруся на своем канале. В этом видео хочу с вами поговорить о такой теме, как почему взрываются огурцы, которые мы маринуем, солим, заготавливаем на зиму. Это очень частая тема и очень многие мне пишут и в комментариях, и это встречается и у других блогеров, то, что якобы рецепт получился неправильный, взрываются огурцы, банки взлетают и так далее и тому подобное. Это, конечно, я уже хочу развеять такие ошибки самих людей, почему у них так это происходит. Они обвинят, естественно, блогеров, то, что у них там рецепт неправильный, неправильное соотношение добавления уксуса, сахара, соли, но не в этом суть. Многие просто не знают, в чем причина. Даже те же самые блогеры страдают теми же проблемами, потому что не знают именно сути, почему это происходит. О чем я вам сегодня и расскажу. Первое, из-за чего взрываются огурцы и очень часто начинают бродить. И происходит еще одна такая степень порчи огурцов. Это как мягкие огурцы, когда они становятся как жижа. Вот вроде стоят все хорошие огурцы, вы видите, что они стоят, прозрачненькие, не взрываются, открывают они как жижа. Это одна из причин, из-за чего происходит, это, естественно, переизбыток азота в огурцах. Есть, конечно, и другие причины, из-за чего взрываются огурцы. Это, конечно же, плохая стерилизация банок. Очень многие этим пренебрегают. Говорят, да зачем я буду стерилизовать? На мою чисто, они же чистые. Потом еще буду банки стерилизовать. Вот это неправильно. Дело в том, что после того, как вы зальете маринад и будете потом еще стерилизовать, это не лишит вас тех проблем, что там не окажутся бактерии, которые вызовут поражение. Банки нужно обязательно стерилизовать. Они должны изнутри подвергаться хорошему кипячению или прогреву. И обязательно должны мыться хорошо с содой. Дело в том, что бактерии настолько сильные, И если попадут внутрь, их иногда даже нельзя убить долгим кипячением. Они могут все равно вызвать брожение и взрыв. Но это отнесем к чистоте подготовки заготовок. Некоторые пренебрегают чистотой тех же самых крышек, чистотой огурцов. Очень часто такое бывает. Я сама это видела и встречала. Помыли огурцы в одной воде и все. Нужно обязательно овощи перед заготовкой обязательно мыть в двух водах, обязательно споласкивать чистой водой и мыть обязательно с небольшим количеством соды. Это избавит вас все-таки от того, что ваши заготовки начнут портиться. Но основная масса, из-за чего взрываются огурцы, это переизбыток азота. Именно огурцы. Я вам расскажу причину. Огурцы сами по себе потребители азота. Мы очень любим выращивать их на теплых грядках. Мы очень любим их поливать бродилками, зеленым удобрением, добавлять навоз. Очень часто многие используют еще и свежий навоз. Это и есть причина взрыва ваших заготовок. Дело в том, что азот накапливается очень сильно именно в огурцах. В огурцах, в кабачках, в арбузе, в тыкве. И это очень сильно влияет на разрушение тканей внутри. Когда вы консервируете огурцы, этот азот превращается в газообразное состояние. Он начинает работать примерно так же, как горох, фасоль и бобы. Покушайте горохового супа. Что происходит? Это нормально, потому что бобы, горох и фасоль содержат очень много азота. Попробуйте сделать консервы из этих продуктов. Очень сложно. Кстати, очень сложно сделать горох консервированный и фасоль. Они все очень часто взрываются из-за содержания большого количества азота. Очень многие люди, не понимая этого, Соответственно, используют для консервации огурцы из теплиц. Что самое интересное, в теплицах огурцы, даже если вы не используете там азотных удобрений, таких как... А обычно в теплицу добавляют перегною побольше, побольше поливают удобрениями, а некоторые еще весь сезон добавляют азот. Все. Почему и говорят, что из теплиц консервировать огурцы нежелательно. Они всегда будут зарываться. Самое лучшее, конечно же, это когда вы используете грунтовые огурцы. Они меньше взрываются. Почему? Потому что все-таки на грунту они развиваются немножко по-другому. Дело в том, что на количество азотов в огурцах влияет очень сильно засуха. Засуха и тень. Если огурцы растут где-то в тени, у них будет больше азота. Если они растут при маленьком количестве воды, у них также будет много азота. Также большое количество азота накапливается в переросших огурцах. Вот уже в больших. Именно азот накапливается в семенниках, в семенах огурца. Поэтому, когда вы солите вот такие огурцы, естественно, они могут взорваться. А тем более, если вы их выращивали на теплой грядке или с добавлением зеленого удобрения. Если вы солите вот такие огурцы, маловероятно, что они взорвутся. Но само по себе, конечно же, правильное выращивание огурцов и влияет на наши заготовки. Очень часто страдают этим в последнее время многие, что огурцы не хранятся. Взрываются, мутнеют и превращаются в кашицу. Дело в том, что многие используют гибриды. А гибриды расти без удобрения и тем более без азота не будут. А их по рекомендации многих агрономов нужно выращивать только лишь при постоянной подкормке органическими удобрениями. А туда входит очень много азота. И, конечно же, им это невыгодно говорить, что вот из-за количества азота у вас будут плохие заготовки. Они говорят, покупайте гибриды, покупайте удобрения, кормите. Это никому не выгодно об этом говорить. Но вы должны сами знать, что огурцы, которые выращены в большом количестве азота, обязательно будут у вас плохо храниться. То есть в заготовках они будут очень плохо себя вести. Или будут как кишмиш, или же будут взрываться. Эта проблема очень часто с этим и связана. Но многие этого не допонимают. Азот вообще по сути своей является нитратами. Это те самые нитраты, которых мы очень часто боимся при покупке овощей на рынках. На рынках очень красивые овощи лежат. Почему там часто всего находят нитратов? Потому что они все выращены на азоте. Они содержат большое количество нитратов. Почему ранние арбузы никто не любит? Потому что они содержат огромное количество нитратов. А именно азота. Азот это и есть нитрат. И нитраты эти в очень большом количестве находятся. Именно когда их кормят ранние овощи. Они больше всего находятся их там. Сами по себе нитраты, они потом переходят в нитриты. Но при хранении нитраты, кстати, в овощах уходят. Ту же самую картошку, морковку, когда мы храним, она постепенно избавляется от нитратов. Азот он сам по себе летучий. Он уходит. Поэтому со временем там снижается количество нитратов. Но только собранных в овощах их очень много. Поэтому прежде чем вы делаете заготовки, обязательно огурцы хотя бы замочите на сутки в воду. Чтобы уменьшить количество нитрата. И само по себе, если вы делаете заготовку из огурцов, делайте такую грядку, где вы их используете именно для заготовок. Туда поменьше вносите азота. В начале вегетации роста огурца нужно носить азот. Без него он расти не будет. Но как только у вас начнется основное плодоношение огурца, прекращайте подкормки азота. Чтобы он не накапливался в тканях огурца. И у вас тогда будут хорошие заготовочки. Ну и естественно старайтесь избегать постоянной подкормки азота. Вы тем самым губите свое здоровье. Потому что именно азот и является теми самыми нитратами, которых мы боимся. Очень часто из-за того, что перекормленные овощи именно азотом, они очень быстро гниют. Замечали вы такое? Бывает, вот соберете хороший урожай. Крупная картошка, крупный лук, морковка, свекла. Все такое крупное, большое, прям жирненькое. А не хранится. Прям раз и только вот выкидываете гнилое, гнилое, выкидываете, выкидываете. Это и есть разрушение азота. То, что там переизбыток азота. Если вы вносите очень много азота, считайте, что вы весь свой урожай угробили. Он у вас будет выкидываться огромными партиями, как гнилой. Поэтому это и является основной проблемой в заготовках. Советую всем правильно подойти к этому. И когда вы говорите блогеру о том, что ваш рецепт привел к взрыву моих огурцов, это не причина рецепта. Здесь причин может быть несколько. Или чистота и обработка материала, или же на чем выращены были ваши, как говорится, огурчики или другие овощи. Это тоже имеет очень большое значение. Поэтому прежде чем ругать блогеров, задумайтесь, все ли вы правильно сделали. И те ли вы огурцы взяли. Ну и если вы, конечно же, выращиваете в теплице огурцы, и после этого перерощенные огурцы берете на заготовку, лучше этого не делать. Потому что именно в теплице очень много накапливает азота огурцы. Из-за того, что находятся они такой немножко засушливой стадии, и там у них накопление азота намного выше, чем у грунтовых огурцов. Грунтовые огурцы вообще очень хороши тем, что сортовые огурцы, грунтовые огурцы, они хороши тем, что они способны именно получать азот из воздуха, из воздуха и почвы. Даже если туда не вносился азот. Они способны этому. Гибриды не способны. Им нужно постоянно давать подкормку. Они не способны сами получать из почвы и воздуха азот. Им нужна постоянная подкормка. Поэтому при выборе огурцов тоже обратите внимание, что вы садите. Гибриды, сорта и именно для чего вы их используете. Поэтому важно искать причину не только в рецепте, но и соответственно во всем остальном. Ну а всем желаю хороших заготовок. А сейчас я вам покажу, как хранятся мои огурчики, которые я в этом году делала из переросших огурцов. И они у меня прекрасно стоят. Кстати, покажу заодно и огурцы, которые были сделаны еще в прошлом году. И они тоже стоят. Вот мои заготовочки из переросших огурцов, которые стоят прекрасно и ничего с ними нет. Причем самое интересное, что температура была у нас сейчас в августе, очень высокая, жара. И температура в подвале превышала даже больше 10 градусов. И ничего с огурчиками не случилось. Вот это вот огурчики у меня еще с прошлого года, которые я тоже делала из переросших огурцов на винегрет. Это вот прошлогодняя осталась одна баночка. Это в этом году я делала с луком салатик. Он, кстати, очень хорошо стоит. Замечательный вот салат весь. Это вот огурчики для винегрета, которые я делала в этом году. Они тоже прекрасно стоят. Вот никаких вздутий, ничего не взлетает. Полностью все баночки целые стоят. И снимала я их, кстати, вы видели эти видео, где я их делала. И они вот все замечательно стоят. Это и говорит о том, что не всегда виноват рецепт. Или, как говорится, то, как вы его приготовили. А иногда бывает то, что действительно продукция, которую вы делаете, могла выращиваться при высоких содержаниях азота. И это спровоцировало именно порчу продукции. Поэтому обратите на это внимание, чтобы в следующий раз как бы блогерам не писать такие вещи, что вот я сделала по вашему рецепту, а у меня все баночки взорвались. Вот, кстати, еще один салат, который я делала. И у нас есть рецептик на канале с огурцом и с морковочкой. Он очень мне нравится. Тоже прекрасно стоит. Ничего не взрывается. Все замечательно стоит. Никаких проблем. Ну, а на этом желаю всем хороших заготовочек. Пусть у вас все баночки хорошо стоят. Ничего не взрывается и не портится. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok